Солидный контейнер Я лично не мечтаю о данном контейнере на основном аккаунте по одной простой причине, потому что из этого контейнера, ребят, вы можете получить один из 30 танков. Но по факту, для меня лично, он не интересен, потому что из этих 30 танков 25 у меня уже есть в моей коллекции. И если посмотреть на те машины, которых не хватает, то из этих 5 тачек, которых у меня нет, меня интересует исключительно колебан и то не сильно. Мне, допустим, абсолютно не нужен TL7120, который у меня отсутствует. Также меня не интересует Торнваген, HWK30 и Шерломейн. Все. Для меня на этом список заканчивается, поэтому крутить на основном аккаунте для меня смысла нет абсолютно никакого. Ну и плюс к тому, стоит обратить на стоимость рулетки. Рулетка у нас на 20 прокрутов и общая стоимость этих прокрутов составляет 25 тысяч золота. За 25 тысяч золота вы можете просто купить себе 2 солидных контейнера, забрать себе 2 танка и вообще не крутить данную рулетку. Поэтому подумайте, подумайте над тем, а стоит ли вам здесь рисковать. В отношении того, что вы еще можете себе забрать. Ну, начиная от 500 тысяч серебром, кстати, шанс выпадения которых очень мизерный, и заканчивая, ребят, солидным контейнером. На пути к этому всему вас ждут свободный опыт, иксы, кому надо для того, чтобы прокачать какую-то ветку. Два вот таких вот чемоданчика, из которых можно взять себе квестик для выполнения и получить еще каких-то контейнеров. Какое-то количество. Есть контейнеры бомбические, есть контейнеры мега, есть собери все и мистики. В целом, меня эти контейнеры не интересуют. Кручу на своем твинковом аккаунте по одной простой причине, потому что, как я сказал, на основе вообще неинтересно. Не знаю по поводу того, буду ли я сейчас уходить прям совсем к нулевой отметке в золотой копилке, но сейчас будем смотреть в зависимости от того, что выпадать будет. Свободный опыт мы забираем. Кстати, по поводу шансов. Как вы видите, контейнер собери их все имеет 26% выпадения, а серебро имеет 6,5%. До этого было немножко меньше. Ну, а в отношении свободного опыта, то, в принципе, свободка имела шанс выпадения выше, нежели у контейнера собери их все. Короче говоря, с высокой долей вероятности сначала будете забирать себе свободку, если повезет, то какой-нибудь мистик или собери их все. Ну, а дальше начнет падать все остальное. За 100 голды. Что мне игра предложит? Ну, а давай, вот вам, пожалуйста, собери их все, то, о чем я говорил. И, кстати, в отношении компенсации. В отношении компенсации тоже не очень весело. Вы можете прокрутить эту рулетку до финального свистка или до получения солидного контейнера в зависимости от того, за сколько он, безусловно, вам выпадет. Но если вы прокрутите эту рулетку более чем на 7500 голды и при этом даже получите себе солидный контейнер, то велика вероятность того, что вы получите себе коллекционную десятку, за которую получите компенсации меньше, чем потратили. Потому что компенсация 7500 максималка в данном контейнере. Согласитесь, не очень весело. По талисманам. Как говорится, рыгать и рыгать. Не соберу себе до второго уровня. Дальше. 330 голды. Ну, давай. Ну, давай что-нибудь интересненькое. Боже мой. Ничего себе. Я удивлен. Я удивлен, что сейчас падает собери их все, а не свободка. Что получаю? Да ничего не получаю. По большому счету пока не получаю ничего и просто просаживаю золото. Кстати, просаживаю ради вас, для того, чтобы вы видели, какие реальные шансы выпадения и что зачем плюс-минус выпадать будет. Поэтому, ребят, лайканите видео, не пожалейте, не пожалейте секунды времени. Вам это ничего не стоит. Ну, а мне, честно говоря, безумно приятно. Вот сейчас что-то должно быть интересное. Притормозила игра и, пожалуйста, пожалуйста, К91. Ну, пока, слушайте, пока в плюсе. Пока в плюсе. Был бы я сейчас на основе, получил бы компенсацию 5000. Есть ли у меня К91 на этом аккаунте, не знаю. Но в любом случае, К91 стоил этих прокрутов, которые я совершил. И, честно говоря, я лично пока доволен. Был бы сейчас в существенном плюсе на основе. Наверное, все-таки там надо было крутить. Но, давай. Давай еще раз порадуй меня. Порадуй и удиви. Не удивляешь. Не удивляешь. Давай еще раз попробуем. Вот так вот. Вот так вот. С анимированным аватаром. Даже открывать не буду, чтобы не расстраиваться. Считаю, что крайне негодная штука за такое количество потраченного золота. Но... Опять свобода. Свобода сыпется прям... Мама, не горюй, блин. Свободка закончилась. Сейчас, скорее всего, будут либо иксы, либо обвес. Ну, блин. С серебром. Хотя на него шансы были там... Никудышнее. Как это работает вообще, я не понимаю. Вроде бы и шансы выпадения меньше, а оно выпадает. А когда меньше выпадения шансов на что-нибудь толковое, так фиг достанешь, как говорится. Но... Не притормаживает игра, значит ничего не будет интересного. 100 голды. Забрали. Да, кстати, обратил внимание, что если из контейнера мне что-то выпадает, это правда происходит не часто, то у меня в начале, перед открытием контейнера, немножечко подлагивает игра. Напишите, кстати, в комментах, у кого точно так же. Может, я не один такой, а может, я сам себе что-то надумал. Но реально обратил внимание, что так оно и есть. Но... Полторуха. Что ты мне приносишь, полторушка моя? Так, ну вот теперь подходим к самому интересному. Сейчас, скорее всего, получу квестик, либо получу контейнер с обвесом. Что у нас здесь? Мистический контейнер самой большой долей вероятности. Ставлю все-таки на квест. Ставлю на квест, хотя... Хотя, может, в этом случае игра не будет, скажем так, непредсказуемой. Мистик. Ничего, ничего непредсказуемого не происходит. Что я забираю из мистического? Опять-таки, большое ничего. Прям совсем большое. 1900 голды. Слушайте, я потратил 10 тысяч золота. Получил К-91 и кучу всякой ненужной дребедени. Что у меня по шансам? Чемоданчик с квестом 37%. Скорее всего, он мне и выпадет. Мега-контейнер, из которого, скорее всего, мне ничего не выпадет. И контейнер с обвесом, который мне вообще, в принципе, нафиг не надо за 2000 голды. На данном этапе, ребят, я считаю, что целесообразным будет остановиться. Чего и вам желаю. Внимательно следите за тем, что вам выпадает. И думайте, а имеет ли смысл крутить дальше. Продавать ничего для того, чтобы прокручивать, не вижу смысла. Потому что получу на твинке себе какой-нибудь танк. Скорее всего, присутствующий в моем ангаре. А даже если он не присутствует, то тоже как бы ни о чем. Вот так, ребят. За 10 тысяч забираю танк, который, в принципе, и стоит. 10 тысяч, правда, в составе набора вместе с легендарным внешним видом и всякими другими вкусностями. Расскажите в комментариях о том, что вам отсюда выпало, если вы крутили. И сколько голды вы на это потратили. Мне будет интересно почитать. А другим будет не только интересно, но и познавательно. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok